всем добрый вечер друзья наконец-то за несколько это продлилось несколько недель потому что сколько было свободного времени тут было было зерно ну и как бы его было но и сегодня уже до убирал все теперь будут жить пока все вместе а потом они будут разделены притом смотрите здесь сейчас посажу ухи и люй маранчиков и пуховых цыплят здесь места намного побольше чем тот загончик раза в три и высота здесь помещение побольше здесь есть окна сюда попадает солнце в общем здесь красота вот тут нужно будет сетку купить я так и не нашел ее ту которую хотел мелкую вот эту ну пластиковую капроновую как там ее правильно назвать я ее найду и куплю и будет сюда вообще хорошо попадать солнце вот так здесь было зерно которое я бы использовал в корм животным и есть которое такое она не прелая но такое потемневшие его едят сейчас гуси потому что поросятам я боюсь его давать чтоб не запонося ли а птица у нее желудок такой что переварит все подряд и было прям порчено и стекло зерно вот тут прям понад стеной зимой она тут зимовала и конденсат ну как бы стены промерзали тут была изморозь а потом оно таяло и вот так от стены было прелое зерно и я его собрал ну не знаю прелое но но оно такое не очень собрал вот в мешки я его посею я его посею там на том дворе где ну вот тут где была посеяна пшеница которая испорчена не прорастет которая нормально прорастет нужно будет отгородить там и там куры ели вот ну я думаю вы видели они поели там вот этот коврик как его там правильно называют и теперь там черная земля и нужно ее убирать то есть засеять оно сейчас месяц-полтора прорастет и можно опять туда выпустить кур и они будут до зимы ту зелень всю клевать собрал еще то что такое под ну как бы хорошее для корма гусей вот они поедят тут может то 150 литров не килограмм ячми не тяжелая вот где-то 150 литров в объеме есть гуси съедят быстренько его ну а сейчас пойду перенесу сюда цыплят но у вас это все быстро пройдет немножко используем волшебства немножко магии и они все здесь немножко конечно пылить будет вот так они конечно черненькие их не сильно видно им страшно сейчас освоятся и будут бегать только что переносил вот как раз она вышла на передний план я как-то не обращал внимание это мараниха мараниха или нет в темноте до мараниха у нее вот такой громадный зоб он мягкий прям большущий почему он такой громадный я не знаю если он такой останется я такую курицу хотя посмотрим на нее как она себя будет вести вот прям прям вот такой зоб вот огромнейший у всех у всех не такой вот смотрите вот так прям вроде немножечко освоились сейчас а ну как бы осмотрит это все помещение ну и все будет нормально так я их носил я вам не снимал как я их ловил потому что ловил и в темноте они себе спокойненько сидели и по принес первый раз 7 штук второй раз еще 7 штук а третий раз 8 это сколько 7 7 14 8 22 и 5 штучек 27 штук здесь 27 27 цыплят получается 10 пушовых вот таких красавчиков эти какая красивая и 17 мараны и ухи и люки вот так ох и зоб большой вот такая вот прям для какая но я думаю вы заметили да все у меня есть еще маленький ухи или петуха здесь 4 петуха ухи и люек и один петух маранчик все остальные курочки то есть 17 штук и люк и маранов в общей сложности из них 5 петухов и 12 курочек но я думаю это нормально есть мараньи мараньи курки 2 петуха у меня нету мне нужно где-то найти яйцо маранов или нужно где-то искать петуха марана возможно будет лучше купить петуха марана потому что если на самом деле они так долго растут то если сейчас закладывать инкубатор это на октябрь месяц цыплята октябрь ноябрь декабрь январь февраль это только пять месяцев они начинают нестись в 10 сказали и петухи наверное в таком же возрасте работать будут так что так что наверное нужно искать уже петуха у меня вылупились цыплята и именно петушки пропали там две курочки маранихи а так соломку кушает листики сено то есть листики сейчас будут кушать ну короче вот такие дела а у хейлюй вот я смотрю хейлюйки быстренько стали взрослыми ну я вам говорю правду про маранов и ухейлюя вот смотрите они вылупились одновременно это мне один человек и ну прислал их так что смотрите ма ухейлюйки петухи уже взрослые уже кукарекают а марани петух совсем совсем маленький ну не совсем маленький но маленький и где я его даже не могу отличить от всех остальных нужно дверь закрыть сейчас вам покажу и это совсем маленький ну и еще совершенно не собирается кукарекать вот он хотя гребешок тоже уже у него начал расти видно вот вот это марани петух остальные все курочки ну вот такие дела ладно друзья пошел я по кормушку и по поилку могу вас здесь оставить если вы не хотите смотреть без моих комментариев просто перемотайте этот момент а так без меня они сейчас немножко походят по помещению посмотрите может начнут бегать прыгать и и короче осваиваться как-то так все а меня не будет минута четыре кормушку нужно просто забрать а поилку их нужно помыть так что я побежал а вы оставайтесь а 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Как бы был заказ То мы уехали Ну в общем Отправлю ей Яйцо завтра Сегодня я не поехал Отправлять яйцо У меня есть что отправить Но Не поехал Потому что Был Сегодня в воскресенье Был закрыт магазин И еще Знаете Сегодня День рождения У моего племянника У Пашки Ну я не знаю, я когда-то рассказывал Когда мама умерла И Пашка остался Ну как бы это моей сестры Сын Ну и он остался с нами жить Ему было 5 лет на то время А сейчас ему Ну я просто помню этот момент Не хочу вам, ну не хочу это рассказывать Но просто я помню Что ему было на тот момент Он был маленький А сегодня ему уже Исполнилось 29 лет А мамы А мамы уже 22 года нету А я сказал 5 А ему было 7 Не 5, а 7, да Ему было 7 лет В 2001 году Вот так, а сегодня уже ему исполнилось 29 Надо его поздравить Надо ему написать Он живет В Великобритании вроде Ну на данный момент вроде там Ну и сегодня еще Ну вот вроде и Знаете, когда становишься старше То переплетаются Радостные события С такими трагическими событиями И сегодня Сегодня 3 года Как ни стало Моего тестя Моего тестя Ивана Кузьмича Царство ему небесное Ну вот так Вот такой день Сейчас Ладно, не буду ничего Об этом уже тут разговаривать Но я думаю Вы помните Ровно 3 года назад Наверное, не ровно Потому что 17-го я не выходил на связь И 18-го не выходил И 19-го не выходил А 20-го А 20-го Как раз вот с этого помещения Я вам сказал Почему Почему я не выходил В YouTube Потому что Ну вот такое Горе тогда случилось У меня и мама болела У нее был рак И Иван Кузьмич тоже У него был рак Ну Вот так Все Спасибо, что вы слушали Не Пропускаем этот момент Спасибо большое всем за просмотр Все, что хотел сделать сегодня Я сделал Птички теперь посвободнее Тут можно и полетать И попрыгать И поскакать И крылышки размять Ну Вот такие вот дела Все Всем большое за просмотр Большое спасибо Ну и всем Пока-пока